Ну что же, всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Мы рады вас приветствовать в нашем сегодняшнем эфире. Он посвящен такой теме, очень интересной, очень важной и актуальной, NLP и психология. NLP в работе с клиентами. Что это? Как это? Возможности, мифы, ограничения? Может быть ли это полезно для вас и в каком контексте? На все эти вопросы мы будем сегодня отвечать. Поэтому готовьте эти вопросы, пишите нам. Будем как раз-таки на них обращать особое внимание. Ну и дополнительно поговорим о том, что есть сейчас в общем поле на эту тему. Ну что, давайте, может быть, сразу вопрос, который здесь задавался вначале. Правда ли, что люди всегда внушают? Такой был вопрос. Люди, когда живут, когда общаются, когда что-то делают, люди попросту делятся, делятся с другими людьми, делятся своим образом мыслей. То есть человек, если исходит из каких-то убеждений, ну давайте, не важно, там они хорошие или нехорошие, поддерживающие или ограничивающие, не важно. Если он из них исходит, он соответствующим образом поступает. Соответственно, все люди, которые от него каким-то образом начинают зависеть, они, находясь вот в этом как бы в поле того, что он действует, да, в того, что он делает, они тоже начинают как бы через него, ну не явно, но тоже находиться в последствиях этих убеждений. Когда человек там делится информацией с другим, он эту информацию, опять же, структурирует в силу, опять же, своего видения мира. Если он чего-то не видит, если он чего-то не знает, он никогда об этом никому не расскажет. Если у него фильтры внимания не пускают, не пускают там некоторые ему вещи во внимание, то есть там, если эти вещи нельзя даже предположить, его сознание там будет ретушировать. Он, естественно, это не увидит, не услышит, никому не расскажет. Вот. Можно говорить о том, что таким образом мы друг дружку программируем, да, влияем? Да, конечно. Да, влияем. Давайте помнить о том, что человек это существо социальное, и это очень многое определяет и обуславливает для него. Есть такой психологический эффект, как эмоциональное заражение, когда человек, находясь в каком-то эмоциональном состоянии, автоматически это эмоциональное состояние распространяет на окружение, которое находится рядом с ним. И по неволе этим состоянием проникаешься, его в любом случае чувствуешь. Конечно, в большей степени этот эффект проявляется в психологии масс, да, когда там собираются толпы, там какие-то группы. Но тем не менее, даже находясь рядом с любым человеком, с членом семьи, вы чувствуете его состояние и заражаетесь. Это тоже своего рода внушение. И если эмоции сопровождаются каким-то текстом, если человек вам что-то в этом состоянии рассказывает, он звучит для нас зачастую убедительно, да, потому что он в это верит, он там в этом состоянии это вот вам рассказывает. И вы хотите или не хотите, начинаете прислушиваться. Ну, а дальше уже возникают вот те самые моменты, о которых говорил Андрей, да, фильтры. Они могут включиться, могут не включиться. Но эффект влияния друг на друга – это естественный для человека эффект, и не нужно в этом видеть чего-то страшного или плохого, или злого. Это способствует нашей общности, да, способности быть вместе, жить в социуме. Ну что, давайте, наверное, это как-то более, более, еще более к теме сегодняшнего. Вот, NLP, NLP в психологии, NLP в психологическом консультировании. Вот, об это копии сломано очень много, об это спорят, спорят много. Ну, давайте так, спорят в основном с одной стороны. Люди, которые в теме NLP, люди, которые NLP изучают, знают, и, в общем-то, нормально, как бы, понимают его структуру, да, и, там, все остальное, эти люди не спорят, они просто знают, что оно работает, да, что, там, многие техники, там, применяются в самых разных областях со своими, естественно, ограничениями. То есть, там, некоторые техники, некоторые подходы NLP, например, применимы, скажем так, в одних контекстах, да, не применимы, там, за пределами их, другие наоборот. Вот, если мы это понимаем, а, ну, как-то, нормальные NLP, они это как раз-таки и понимают. Вот, если мы это понимаем, нет вопросов, работает NLP или не работает. То есть, где, есть вопрос, где, да, как, с какой эффективностью, только и всего. Копия ломается зачастую с другой стороны. Вот, например, такой момент, да, не все помнят, не все знают, что часть техники NLP, часть практики NLP, особенно вот самых-самых-самых первых которых, они были, они были смоделированы, то есть, что, что сделано было, да, было очень четко, там, пошагово описано, как это делали. Вот, Фрид Спиос, есть такой человек, ну, в смысле, был. Фрид Спиос, основатель гешталиттерапии. Вот, гешталиттерапевты, они, как раз-таки, NLP, наверное, больше всех сильно не любят. Но, если мы разделим, отделим в одну сторону, давайте мы уберем маркетинг, да, и все вот это вот, там, реклама, там, и конкуренция, да, это интересно, но это интересно в рамках совсем других, там, тем, да, тренингов и всего остального. И возьмем, собственно, ну, непосредственно то, что говорят, то, что говорят люди. У нас на тренингах были люди, которые параллельно проходили гештальт. Проходили, обучались, вот, там, их, их, там, программы, которые, там, многолетние программы, нет вопросов, пожалуйста. Вот, когда они, например, вот эти вот гештальтисты, я повторюсь, люди до прихода в NLP года два уже занимались гештальтом, обучались, работали, там, классическое психологическое образование. Когда они видят, видят и слышат вот ту самую метамодель в NLP, когда мы им рассказываем, вот, смотрите, вот они, на это реагируем таким вопросом, на это таким, на это, вот так, вот так, вот так. В результате получается вот это. В результате человек понимает, там, как устроена сенсорика. Человек выбегает, там, из своих мыслей и ограничений, да, выбегает в сенсорную реальность, начинает заново это видеть. Они делают глаза вот такие, да, говорят, у нас, говорит, в гештальте, это называется, сейчас вот я, если не перепутаю, да, если не перепутаю, они говорили, это называется удар реальностью, что ли, как-то так. Вот, они говорят, вот да, мы так тоже там делаем, нас так обучали, но только не так подробно, не так чётко, не так пошагово, как здесь. Да, давайте будем всё-таки обращаться к истории создания NLP, потому что как только возникает вопрос о NLP, вы там, насколько оно работает с клиентами, как оно там поверхностное, оно там неэффективное, это не настоящая психология. Вот, спорить об этом можно очень долго, и судя по всяким дискуссиям в интернете, каждый занимает точку зрения, которая ему больше всего нравится, без того, что мы называем сенсорика, да, вот, потому что там уж где она. Но, тем не менее, если помнить о том, что NLP все-таки действительно начиналось с моделирования стратегий ведения консультирования и терапии, наиболее успешных на тот момент психотерапевтов, да, Фриса Перлза, Вирджинии Сатир, семейного терапевта, Милтона Эриксона, основателя эриксоновского гипноза, да, которым мы сейчас пользуемся всегда, он просто является неотъемлемой частью, да, лёгкие трансы, это просто волшебное его изобретение и технологии, вот. Поэтому, фактически, NLP имеет самое прямое отношение к психологическим, психотерапевтическим техникам, которые могут быть применены в работе с клиентами. Вопрос только в том, каким образом эти техники преподаются в разных направлениях, да, в гештальте по-своему передается навык и знание о гештальт-подходах, в семейной терапии по-своему эти вещи, ну, как бы преподаются, я прошла, вот как раз сейчас я закончила курс семейной интегративной психотерапии, вот, и я встречала там те же техники, которые я использую как NLP, да, и я понимаю, как они работают, я понимаю, на чём они основаны, но вот детальности, пошаговости структуры мне иногда казалось, ну, недостаточно, я бы, может быть, как-то вот проще или чётче бы это объяснила. То есть, здесь не стоит вопрос о том, хорошо или плохо, это разные подходы, разные объяснения, и мы как раз-таки хотим именно об этом сегодня поговорить. Ну, в повторении, чуть-чуть повторится, да, во многом NLP, вот ещё одно обвинение в сторону NLP, в том числе от классической психологии, о том, что, дескать, там NLP, там не хватает у него там что-то там то ли научности, то ли объяснений, то ли там ещё чего-то, вот, что-то какое-то там такое, что-то такое упрощённое, что сами ничего не придумали, вот такое тоже ещё обвинение, оно и, вот, как бы, может быть, и не страшно, что сами ничего не придумали, нет, на самом деле-то придумали, это как бы голословно, да. Потом уже, да, вначале, конечно, моделировали, да, Андрей, сначала, да, никто об этом не спорит, это круто на самом деле, но потом были уже разработки, да. Но моделировали, да, но моделировали, если мы берём и какую-то там зубодробительную, непонятную теорию, которые там никто особо, 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 наверное, не мог толком передавать, ну, там, за исключением. Давайте такое вспомним, вспомним вот такую штуку, восточные и западные пути обучения. Восточный путь обучения, ты приходишь в монастырь, там, Шаолинь, например, да, там великий мастер, великий мастер что-то делает, занимается с утра до вечера, тебе говорят, вот, ты тут подметай, вот это, вот это, вот это, и вот у тебя будет свободное время, ты тогда наблюдай за мастером и повторяй. И ты наблюдаешь и повторяешь, да, там несколько лет. Начинает потом получаться. То есть, вживанием, да, там, то есть, мастер не всё может рассказать, как правило, очень метафорично. Вот, и требует много времени. NLP здесь, она сказала, нет, ребят, давайте мы опишем структурно. То, что делает мастер, мы опишем структурно, мы опишем сенсорно, мы опишем с чёткими ключами. Вот так, вот так, вот так, вот так. Сначала вот это, вот это, смотреть на это, обращать внимание на это, делать вот это. То есть, искусство формы. В результате, в результате вот то самое NLP, да, применённое, применённое, повторюсь, вот к техникам, к техникам там из гештальта, из многих других, оно просто из них делает, ну, более структурное, более понятное, более чёткое, более пошаговое. Марина, NLP оформилась как направление из гештальта, NLP, это набор техник. Марин, из гештальта там две или три модели. В NLP реально из гештальта две или три модели, из ранних не более. Вот. Давайте, чего ещё, чего в NLP есть, чего в гештальте, например, нет, да? Есть в другом, в другом месте. Ну, например, исследования Дилтса о системном восприятии и структурировании жизненного опыта, да, логические уровни Дилтса, были им разработаны на основе работ Грегори Бейтсона, да, это философ, антропософ, да. И Бейтсона и Рассел. Рассел забыл меня. Да, вот, поэтому это не имеет отношения ни к гештальту, ни к любому другому направлению, да? Всё, что, да, всё, что связано с эриксорским гипнозом, не имеет отношения к гештальту. Всё, что связано с работами Вирджинии Сатер, то, что там работа с частями личности, там чем-то ещё, не имеет отношения к гештальту. Одна из мощнейших тем NLP – это работа с субмодальностями, да, это технологии, которые позволяют понимать, каким образом человек кодирует свой опыт и менять вот те самые базовые кодировки. Это исключительно разработка Бендлера, поэтому этого нет фактически нигде. Несмотря на то, что с образами работают много направлений, да, одно из них там и символ драма. Чудесное направление. Я когда-то там на заре, да, своего профессионального пути много этим пользовалась, но, тем не менее, там даже близко не касались вот того, к чему пришёл Бендлер, когда начал заниматься вот изучением образов вот так вот глубоко и подробно. Опять же, да, не хорошо, не плохо, разные подходы, вот, и мы всегда смотрим на свои цели, да, чего мы хотим достичь и какой инструмент будет лучше решать наши задачи. В НЛП инструментов очень много. То есть, вот тут тоже интересный момент, когда НЛП обвиняют, когда его обвиняют всё целиком, даже говорить чаще всего не хочется на эту тему, потому что в НЛП есть техники, которые пришли из классической психологии. Опять же, были структурированы, да, были сделаны. Та же самая, например, там метамодель, это вот, пожалуйста, пожалуйста, из Гештальта, да, там тоже что-то ещё, тоже из Гештальта. Там тот же самый гипноз, повторимся, да, там Эриксон, вот. Фокса языка, это вот вообще, вот этого нет нигде, да. А, это вообще не психология, фокса языка, это манипулирование, да. Это работа с убеждениями на уровне изменения лингвистических конструкций, которая меняет восприятие на уровне мышления, да. Это работа с глубинными ограничивающими убеждениями. Этого нет нигде. И это действительно достижение ДЮЦа в НЛП. Вот поэтому давайте тоже на эти детали обращать внимание. Потому что, да, есть психология, есть какие-то похожие моменты, но есть уникальные вещи. Вот, итак, да, давайте немножечко тоже ещё там по техникам, да. Субмодальности. Субмодальности и техники, основанные на них. Пришли они вообще не с психологией. Самое ближайшее место, где субмодальности были озвучены, это вообще говоря всевозможное там шаманство, колдунство и всё остальное. Вот там с ними работали. Возможно, что там в том числе Бендлер их и увидел. Но не психология это. И это способ, очень хороший способ именно мозги перепрограммировать. И вот это вот вообще не... Вы знаете, это, ну, наверное, это вот надо быть программистом, да, как я и как Бендлер, чтобы эти самые субмодальности... Как это? Ну, прям, чтобы они вот были, да, чтобы они там могли быть созданы и работали, и всё остальное. Мне, как программисту, они понятны. То есть, берём картошечку, например, да, вот как это, с маслицем, картошечка жареная, да, но которую нельзя уже, да, потому что, ну, там, тузель, например, да. Кто хочет по-прежнему любить картошечку с маслом, отойдите от экрана. Вот, и мы просто, понимаете, мы просто меняем этой картошечке, там, ячейку в памяти мозга, да, раз, и теперь картошечка будет вот там, далеко и маленькая, да, как-то, ну, вот, как бы, а кашка, овсяная кашка на воде, да, вот она будет здесь, например. Вот эта вот идея, идея о том, чтобы поменять, она вообще, вот, ну, какая же это психология, да, в чистом виде программирования, в чистом виде, вот мы берём там в мозгу и... Да, там очень много логических взаимосвязей, если то, то это, если так, то вот так вот. И зачастую, описывая техники субмодальностного редактирования, ну, по крайней мере, вот в теории, мы часто ссылаемся на формат работы в фотошопе, да, фотошоп это чёткая программа со своими характеристиками, со своими критериями, да, и фактически это вот технический аналог того, как можно работать с образами, меняя эмоциональное восприятие, соответственную реакцию и поведение, которое следует из этой эмоциональной реакции. Вот, вроде бы так всё просто, но, тем не менее, работает очень глубоко. И, опять же, из работы с субмодальностями, да, работа с фобиями в NLP тоже, опять-таки, то, чего до NLP не было. Да, что с трансляцией, вот, скажите, пожалуйста. Не знаю, по-моему, всё у всех работает. Ну, да, вот в ВК мы видим какие-то изменения, там что-то происходит, да. Ну, Ольга, проверьте ещё, может быть, правда. Там что-то с интернетом у вас. Вот, ну, что, работа с фобиями. В NLP, вот, вот здесь вот, наверное, такая грань, да, о которой можно говорить о том, что есть NLP, есть NLP, есть психология, они рядом, где-то они пересекаются, где-то они не пересекаются. То есть, где-то, да, где-то психология должна дополнять техники NLP, обязательно должна дополнять, где-то этого не надо. То есть, если мы, там приходит человек, у него просто, ну, у него фобия иррациональная, да, ему её надо выключить, просто выключить и всё. В NLP техника для этого есть, техника занимает, там, 15 минут, 20 минут. Это на тренинге с объяснением, так-то обычно быстрее, да? Да, вот, вот пока буквально на секундочку прервусь, пока Андрей рассказывает, мы видим, что здесь нас слушают сейчас наши, ну, ученики, выпускники курсов практик, люди, с которыми мы лично знакомы и работали. А напишите, да, вот ваши впечатления тоже сейчас в комментарии, потому что это ваше знание, и мы как раз-таки будем не просто голословны, да, мы будем и на ваш опыт тоже опираться. При этом, при этом, около лечения фобий, да, есть ещё и психологические аспекты естественные. То есть, если это не просто что-то иррациональное, если это там, ну, да, как это любят обусловлено, если это связано с жизнью, если это связано с кем-то там ещё установкой или чем-то ещё, то техника, техника работы вот быстрого лечения фобии, она может не сработать. Ну, в смысле, с того, это не полностью, да, что-то ещё останется, что-то ещё там допроявится. То есть, это, вот, отличие, отличие НЛП от психологии, наверное, в этом смысле вот какое. Ну, и, собственно говоря, это ещё одно обвинение, да, ещё одно обвинение НЛП в поверхностности, там, в работе с симптомами и всё такое. Психологи, там, в рамках разных подходов могут долго собирать вот эту самую картину, картину того, что с человеком не так, да, ну, то есть, того, что там ему требует изменения. То есть, долго собирать, там, долго выявлять, долго выяснять, да, потом, там, переделывать, там, что-то ещё. Сработает, конечно, но НЛП здесь с другой стороны немножечко заходит. Там, что вас беспокоит? Там, у, я боюсь. Давай вот так, раз, сделали. Ага, сейчас что? Нет, сейчас уже не боюсь, но сейчас просто у меня сомнения. Хорошо. Давайте работать с сомнением. Там, другая техника, да. Техники НЛП за счёт вот этих вот, за счёт скорости, наверное, работы, за счёт вот такой вот нацельности, мы на курсах практик говорим, да, давайте берём, там, изолированную проблему, вот такую, там, показываем технику. Это создаёт, это создаёт, в свою очередь, такую лёгкую, лёгкую, наверное, неправильность мышления. Кажется, что вот, нормально технику делаешь и всё. Не, в реальном консультировании, конечно, там ни одна техника, конечно, тоже сбор информации. Конечно, техник может быть и несколько, там, и что-то ещё, но всё равно подход, вот такой подход, подход работы с этими самыми, с этими самыми симптомами, ну, человек уже, человек уже на каждом шаге становится лучше и легче, правильно, у него на каждом шаге открывается, открывается больше возможностей, собственно говоря, он не за этим ли к нам приходит, наверное, за этим. И здесь, кстати, да, показательным является, наверное, вот ещё одна техника NLP, которая, к слову, о применении NLP в психологии, в психологическом консультировании, и даже, не побоюсь этого слова, психотерапии. Вот. В своё время, опять-таки, Робертом Дилсон с небезызвестным Тимоти Лири была разработана техника, такая техника, как римпринтинг. И техника римпринтинг фактически работает с тем же, с чем работает тот самый, там, психоанализ. Ну, давайте, может быть, там, плюс-минус детали, да, не будем здесь сильно, там, детализироваться. Те, кто обвиняет NLP в том, что NLP не работает с корнем проблемы, те, кто обвиняет NLP в том, что NLP не лечит самую-самую глубину, там, и всё такое, обратите, пожалуйста, ваше внимание на технику римпринтинга. Техника, которая, ухватившись за проблему, ухватившись за заморочку, там, найдя ограничивающие убеждения, найдя именно комплекс какой-то там телесный, зажим психологический, за ним люди идут в воспоминания, там, двух, трёх, четырёх летней давности, в смысле, возраст. И вот, дойдя туда, да, вот техника римпринтинга, она туда дойти позволяет. Позволяет, опять же, за часа мы там, ну, час, да, ну, понятно, это как бы не вот такая техника, да, но час – это не год психоанализа, наверное, всё-таки. Вот. Но туда доходят изменения у людей просто колоссальные после этой техники. Просто там мгновенно, знаете, там, когда, когда после, ну, вот после работы в технике, да, после там вот этой часовой, например, там, практики, когда у человека там вот там в пол спины, в пол спины там зажим на протяжении там многих лет, там, всего остального, просто уходит, исчезает, расслабляется спина вся, например, да, или там мир сильно, ну, радикально меняется, потому что тот самый импринт, да, то самое, да, вот, да, то самое психотравмирующее событие раннего детства. Да, к аналогичным техникам по глубине воздействия очень близки техники, связанные с работой с сущностными состояниями, да, сущностная трансформация, реимпринтинг – это то, что вот глубже некуда, да, и действительно в психологии для того, чтобы дойти до этих состояний, для того, чтобы вот копнуть вот туда, где были импринты, да, неосознаваемые, которые прям нужно выкапывать, НЛП позволяет сделать это во много раз быстрее, вот. И, конечно же, НЛП работает, опять же, вот, спасибо Дюйтсу за его логические уровни, в НЛП есть техники, позволяющие работать на любом из этих уровней. Если у человека проблемы только в поведенческих каких-то аспектах, да, есть когнитивно-поведенческая психотерапия, классно, много пересечений, много аналогий, и это здорово, тем не менее, человеку не нужно менять ни свои ценности, ни убеждения, он хочет решить какую-то конкретную поведенческую проблему, чему-то научиться или что-то перестать делать. Мы можем это сделать за час работы, да, мы можем это сделать. Если у человека там вопрос не в поведении, если он действительно не знает, как обучаться, он не знает, как правильно анализировать, он не умеет управлять своим временем, да, или он не умеет строить отношения, это уже другой уровень, уровень стратегии, навыков, и мы можем разобраться, где в стратегиях возникают какие-то блоки, да, и эту стратегию исправить ее, сделать ее для него подходящей, эффективной, не соблюдая его личную экологию, а если, например, вопрос у человека в том, что для меня важно, я запутался, я не пойму, там, мне на работу нацелить свое внимание, а тогда семья будет страдать, да, уровень ценностей, или вопрос, кто я, да, как понять, так, в чем, там, кто я, для кого я живу, там, для чего, миссия, и на этих уровнях тоже есть техники и разрешение внутренних личностных конфликтов, и те же самые работы с импринтами, работа с ограничивающими убеждениями, да, фокус языка, работа с миссией, все это есть в NLP, и, конечно же, в других направлениях психологии тоже, но говорить как раз-таки вот в этом формате о том, что NLP поверхностно, так можно говорить только человек, который не знает NLP глубоко. Разные уровни, разные уровни работы, как Юлия сказала, в NLP есть. При этом в NLP есть еще и разная направленность работы. Если вам хочется поработать в духе гештальта, в NLP для этого есть прекрасные техники. Та же самая метмодель, там, с несколькими еще, прекрасно можно, прекрасно можно работать. Если хочется заниматься, там, состояниями, вот туда, в детство, да, перепроживанием сценариев и прочими такими штуками, пожалуйста, да, есть, есть техники глубокой работы с прошлым, есть это в NLP. Если вам, там, милее коучинг, половина которого вышла из NLP прям вот в чистом виде, то, пожалуйста, в NLP существуют техники то же самое, там, ну, множество, множество техник целеполагания, создания изменений в жизни, раскрытия потенциала, которые не имеют ничего общего с лечением, да, и с той самой идеей психотерапии. Ну, какая там психотерапия, если мы помогаем человеку раскрыть его цели, да, раскрыть его ценности, раскрыть его, там, ресурсы. Нет, это в чистом виде, вот, там, коучинг, двигаемся вперед. Вот, и опять, да, он там у нас как раз на доске висит один из инструментов, один из инструментов коучинга, да, в девичестве, собственно, инструмент NLP как раз, да. Вот. Хочется, хочется, хочется в будущее, да, целеполагание. Целеполагание в NLP, прям вот, там, хорошо сформленный результат, со всеми вот этими притычками, включая вот этот вот самую квадрат Декарта нарисованный, да, создание изменений в своей жизни, то самое score, да, модель score, по которой, по которой мы говорим, нет, теперь хочу жить по-другому. Хорошо, по-другому как, да. Там та же самая пирамида логических уровней, которая позволяет, вот, тоже, обратите внимание, мы, есть техника интеграции логических уровней в NLP. Мы ее можем применять для того, чтобы наладить, скажем, навести порядок в том, что у нас в жизни уже есть. То есть, ну, это такое, знаете, немножечко в прошлое, да, в настоящее. Похоже это на лечение? Ну, да, наверное, где-то чуть-чуть можно там считать, что, да, это исправление проблем. Но она же позволяет строить новое, типа, нет, я теперь хочу быть вот таким, да, или я хочу открыть какой-то новый, там, принципиально новый этап, аспект своей жизни, да, там, раскрыть какой-то новый контекст своей жизни. Но это коучинг, как мне видится, да. А техника-то одна и та же. Ну, там, с легкими, маленькими деталюшечками, вариациями, да, но принцип техники один и тот же. Да, поэтому, когда к нам приходят на курсы обучения психологи, мы вообще их проводим прежде всего для личной эффективности, да, потому что там действительно приходят люди разные, там, для себя, для работы, там, в семье что-то изменить, там, себя раскрыть, да, себя прокачать. Вот, ну, приходят и психологи, приходят коучи, у которых NLP рассматривается не только как инструмент для изменения себя и своей жизни, но и для работы с клиентами. И, конечно же, вот в этом формате мы всегда рассказываем. Вот для себя это вот так вот, с клиентами это вот так вот. Потому что, конечно же, есть большая разница применения NLP для себя, для своей жизни, да, или в работе с клиентами. Это очень важный момент, потому что психологи, как правило, по сути своей призваны к тому, что они проходят обучение, они в обязательном порядке проходят личную терапию, ну, в тех или иных направлениях, они проработаны, они в большей степени осознаны. В идеале. А? В идеале. Ну, в идеале, да, все-таки давайте говорить о том, что, ну, есть некие стандарты работы психолога, и мы понимаем, что инструменты NLP для них это просто супер, потому что они, вот как бы, то, что мы наблюдали, да, они абсолютно гармонично начинают сочетать все свои знания и навыки, да. У нас были люди, которые совмещали с гештальтом, были люди, которые с психодрамой работали, арт-терапия. Все это прекрасно совмещается, это инструменты, которые там просто повышают личный профессионализм, да, и помогают клиенту, это же здорово. Ну, конечно же, если говорить о том, что NLP проходится для себя, просто нужно понимать, что для себя, потому что работа с клиентом, это просто принципиально другая направленность, и тут мы, конечно, призываем к внимательности, осторожности, не нужно сразу чувствовать, что вы способны изменить весь мир, и напоминаем, что начните с себя, это очень важно. Вот. Немножечко вернуться, да, к вопросу Марии Кобыльской. Мария, да, NLP, это набор техник, писала. Вот, вот это как раз, вот прям, ну, прям спасибо, да, за это. Это важный такой, тоже важный водораздел. Важный водораздел между NLP для себя в жизни, да, и NLP для работы психолога. Потому что, да, действительно, в NLP нету такой вот цельной парадигмы психологической. Если мы берем какую-то там идею, тот же самый Гештайт, или психоанализ, или что-то еще, у них есть некая цельная теория. То есть, там, что, откуда, куда идет. Вот. Теория, это здорово. NLP в этом смысле такой теорией не обладает. NLP, это действительно набор техник. Действительно набор техник, там, ну, повторюсь, да, разного уровня, там, в разные, в разные области и направления. Вот, если вы, если вы, скажем, из классической психологии, да, в классическом консультировании, то вам, да, вам тогда техники NLP вот прям точечно, то есть, с клиентом работали, работали, во, в этом месте нужно сделать вот так. Вы берете NLP, делаете вот так, и дальше работаете, дальше там что-то выясняете, дальше что-то делаете. Принципиально другой подход, это вот позиция, позиция NLP для себя. NLP для себя, это техники быстрых изменений своего мозга. То есть, и там, собственно, та самая парадигма, да, задается не какими-то психологическими теориями, а задается идеей исследования вашей жизни. Вы в своей жизни чего хотите? Вы хотите, там, где-то стать уверенней? Сделайте себе вот так, идите проверяйте. Нравится? Нормально? Все классно. Надо еще уверенней? Включайте, там, надо еще что-то? Включайте. То есть, вот здесь, да, для человека, для человека NLP, это именно должны быть техники для себя. Для себя это техники быстрых, 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 там, коррекции, там, чего-то там. Вот. А для, для, для психологов, для тех, кто работает с другими, да, в рамках, скажем, общих каких-то психологических идей, NLP, это техники, техники именно где-то ускорения изменений в, ну, точечную, опять же, да. То есть, пожалуйста, можно, можно использовать, там, тот же самый римпринтинг, да, для того, чтобы побыстрее пройтись куда-то туда, в прошлое. Пожалуйста, можно использовать целеполагание для того, чтобы побыстрее клиента вывести на то, что он хочет. Ну, мы же его не, ну, как вывести, вывести в том смысле, что мы задаем правильные вопросы, на которые, пока он ответит, он точно поймет, что он хочет, да. В противовес, опять же, в противовес тому, что человек приходит и начинает рассказывать, там, к психологу. Вот, приходит и узнает, там, ля-ля-ля, ды-ды-ды-бы-ды-бы-ды-ды, ну, там, что-то рассказывает, рассказывает, хук, такой сеанс кончился. Вот, может быть, может быть, немножечко, может быть, немножечко ускорить, да, этот процесс. Может быть, немножечко иногда задавать вопросы такие, которые заставят человека задуматься и говорить непривычные вам, скажем, жалобы часовые, да, а, там, побыстрее выйти на то, что он хочет, или, там, в чем проблема, или как-то еще. То есть, NLP позволяет в любом случае ускорить. Да, и есть еще одно обвинение в сторону NLP, что оно бесчеловечно, с точки зрения, там, нет эмоций, там, все сухо, все системно. Вот, вы знаете, опять же, из нашего опыта бывают разные клиенты. И вот некоторые настолько сильно могут быть погружены в свои переживания, что как раз-таки вот эта системность и безэмоциональность позволяет им выйти из вот этого нересурсного состояния и включиться в работу. А есть клиенты, которые, наоборот, рацио, на которые логически, и, конечно, возвращая их к их состояниям, к их эмоциям, мы, наоборот, помогаем им наладить контакт вот со своим бессознательным, почувствовать себя. Поэтому, опять же, NLP владеет инструментами, которые позволяют человеку двигаться в любом направлении, да, хоть там в сторону рацио и системности, хоть в сторону эмоций и переживаний. Опять же, мы должны помнить о целях, которые стоят перед нами и перед клиентом. Поэтому есть в NLP и технике, работающей с эмоциями, состояниями, включающей эмоциональные ресурсы. Собственно, да, еще одна претензия к NLP, это то, что оно там надергало в себя всего и много, так это хорошо. Это как раз и хорошо. Да, конечно, это требует некоторого времени на изучение этого самого NLP, да, хотя бы даже, может быть, частями, ну или хотя бы там спрашивать у людей, а чего есть, а что можно, а что как. Потому что, там, ну вот, например, там к нам обращались и обращаются, говорят, а вот для реабилитации зависимых, чего есть в NLP? В NLP много есть чего, спрашиваем мы, в чем там, ну, в чем цели, задачи, в чем, может быть, сложности, что вы видите, ну, то есть, что вы с ними делаете, да, и, как бы, в чем вам там требуется ускорение процесса. Они говорят, вот в этом, вот в этом, вот в этом. Ну, хорошо, тогда, значит, вам нужны вот такая техника, такая, такая, такая. Вот, вот это вот, это вот NLP, NLP, примененная в, вот, как бы по месту, да, по месту и там, где вот люди там хотят, да, и знают, знают, чего, куда, зачем. То есть, не просто типа того, и все там, давайте, давайте проведем им курс практик, потом курс мастер, потом NLP тренеров, зачем-то им проведем, да. Нет, не так, не так, конечно. Именно что, именно что техники NLP имеют область применения, имеют, имеют свои задачи, за их пределами они вполне себе могут вообще не работать, это нормально. Ну, да. Ну, что, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Мы, в общем-то, рассказали все, о чем хотели вам рассказать, и спрашивайте, как раз-таки у нас будет что обсудить. Ну, пока, да, пока зреют, может быть, зреют вопросы. Вот, что, что, собственно, чуть-чуть, чуть-чуть подытоживая, да, немножко подытоживая это все. Лариса. Лариса, это напишешь лично, хорошо. Вот. Подытоживая, NLP, NLP ставила своей задачей какие-то такие вот там гениальные, эффективные способы, в том числе внутри психологии, да, описать понятно, описать конкретно, чтобы этим могли пользоваться все и в формате для себя, и в формате для других, в профессиональном. Вот, наверное, так и следует рассматривать NLP. В NLP, разбивая его обязательно на детали, понимая, что там очень много чего. В NLP есть некоторые вещи, которые вообще сделаны только для целей бизнеса. Вот. И тащить их, например, в психологию нет никакого смысла. Ровно точно так же, как техники. Знаете, был там такой случай в, как бы, в некотором, в некотором прошлом. Там, человек, человек потащил в бизнес психологические аспекты NLP, ну и, естественно, они там не сработали. И человек разочаровался в NLP, там, писал статьи на тему того, что NLP не работает. Ну, вот как-то так. Ну, нет, ты не то, ты не то, не туда понес, да, не с тем, не с тем пошел. То есть, все-таки надо здесь, надо здесь не так, чтобы, там, а давайте мне все NLP, или давайте мне все вот это, да. Потому что, знаете, люди, которые, например, в своей психологической практике не используют NLP вообще. Может же такое быть? Да? Вполне себе может. Вполне себе может быть, что люди NLP не используют вообще в психологической практике. Ну, давайте я так спрошу, а эти люди, они используют только какой-то один подход? Или все-таки они как-то их комбинируют? Или все-таки они где-то используют, там, инструменты из других подходов точечно, да? Ну, так, а почему к NLP так же не поступать? Да, Инна, только сейчас видите, что будет трансляция. Вся трансляция будет в записи обязательно у нас, как обычно, везде, везде все выложено. Буквально пару дней, ну, пару-тройку дней, и будет обязательно запись. Мы об этом напишем в наших группах и на наших стенах, да, во всех соцсетях будет выложена запись со ссылкой. Ну что, видимо, видимо на сегодня все. Как обычно, как обычно, да, ждите, ждите запись, следите за нашими обновлениями на каналах, там, на YouTube, на всех остальных. Пишите вопросы, пишите заявки, чего еще рассказать, на что провести трансляцию, да? Да, как только мы получаем ваши пожелания по темам, мы с радостью готовим эфир, да? То есть, там прикольнее, интереснее не с аминтом что-то придумывать, там, а что вам будет интересно, а именно вот реагировать на ваши актуальные какие-то потребности, задачи. Ну и, и до новых встреч, до новых встреч в эфире NLP TV. Ждем вас в следующий четверг. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok